здравствуйте дорогие друзья я рад всем кто меня слышит ты можешь воздать богу славу прямо там где ты сейчас находишься для этого есть множество поводов бог сегодня любит тебя благоволит к тебе и хочу сегодня говорить о многих привилегиях которые связаны с благодатью божией высвобождены в твою жизнь сегодня я хочу сперва затронуть такие вопросы как вот это напряжение между благодатью и законом потому что эти учения они в буквальном смысле слова сейчас так схлестнулись что аж искры летят вы можете понаблюдать это в соцсетях когда люди отстаивающие радикальную благодать есть люди которые отстаивают как они говорят сбалансированную благодать есть вообще законники до люди которые настаивают на соблюдениях наблюдениях постановлениях и мы их тоже уважаем мы их тоже любим и никто не имеет права никого осуждать но мы сегодня просто подискутируем на эту тему поразбираем я был бы очень рад если бы вы писали свои комментарии свои мнения под видеороликом и когда речь заходит о законе и благодати важно в этом разобраться почему потому что из этого вытекает привилегия твоя привилегия которая дана богом по благодати и если не разобраться в этом вопросе ты можешь просто сам себя ну как в уме в своем отрезать от понимания отрезать от откровения о твоих правах а твои а твои силе которая тебе дана поэтому сегодня я хочу своей целью поставить то чтобы ты ощутил прямо ощутил внутри вот эту состоятельность ощутил внутри эту крепость ощутил что ты можешь сегодня в буквальном смысле слова столкнуться победоносно столкнуться с вызовом любой какой-то проблемы которая заявляет права на твою жизнь и сегодня есть для этого веская причина также мы затронем чуть-чуть момент духовной коррупции коррупция это что такое да когда лицо наделенное правами использует ее эти права эти законные до полномочия для своих целей и это сегодня тоже действует сплошь и рядом и дорогие друзья я хочу начать с того что каждый раз когда у меня возникал вопрос по поводу вот этого напряжения между благодатью и законом я всегда вспоминал потрясающую книгу потрясающую историю из библии эта книга и сфирь и сегодня вы можете даже если вы не знакомы с этой книгой вы можете открыть свою библию поставить на паузу ролик открыть библию почитать эту историю она занимает всего лишь несколько страниц что вам было ясно я думаю что это иллюстрация этот прекрасный образ это реальная история которая случилась в судьбе еврейского народа очень давно она реально иллюстрирует как все происходило в духовном мире когда решался вопрос практически вопрос твоего спасения вопрос твоих прав вопрос твоих привилегий для тех кто знает эту историю вам будет проще ориентироваться в той мысли которую я сегодня хочу передать хочу начать с того что речь идет о царстве у которого естественно был царь были свои князья были свои какие-то избранники помощники и однажды буквально вторым лицом в государстве был назначен человек по имени аман у него было большие большие права у него были большие при привилегии у него было большое благоволение можно так сказать от царя и он практически мог делать все что мог делать царь то есть он имел всю власть в государстве и несмотря на это он оказался человеком тщеславным злобным с гнилым сердцем но тем не менее наделенный властью в один момент даже говорится в книге эсфире 3 главе в первом втором стихе говорится следующее о этом человеке я хочу чтобы это было понятно какой властью обладал этот человек написано после сего возвеличил царь артаксеркс амана вознес его и поставил седалище его выше всех князей которые у него и все служащие при царе которые были у царских ворот кланялись и падали ниц пред аманом и внимание написано ибо так приказал царь написано а мордахей не кланялся и не падал ниц то есть был человек по имени мордахей который нарушил царское повеление я хочу чтобы вы обратили внимание особенно те кто постоянно вот спорит о законе и благодати до на этот момент он нам еще сегодня понадобится что мордахей это был человек который не просто презирал амана он не просто не уважал амана он не просто вот этого высокопоставленного чиновника пренебрегал он конкретно ослушался повеление царя потому что повеление царя было таково чтобы каждый кланялся аману хочу сразу здесь уточнить кое-что когда речь идет о поклонении аману вот этому высокопоставленному человеку слуге царя речь не идет о том что поклонение шло непосредственно человеку аману поклонение шло его чину и перстню царскому на пальце которые он носил по сути дело говоря поклонение шло царскому указу об этом человеке еще раз говорю поклонение шло от со стороны народа не самому аману а царскому указу об этом человеке у него были большие полномочия этим по полномочиям чем отдавалась почесть. Точно так, как мы говорим в послании в римлянам, апостол Павел говорит, что всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо они от Бога установлены. Вот это ибо они от Бога установлены, это ключевой момент всякой власти. Мы не поклоняемся людям, которые занимают какую-то позицию, мы поклоняемся Божьей власти, Божьему установлению, иными словами Божьему Слову. И об этом человеке, об Амане, было Божье Слово, если так можно сказать. В данном случае Слово Царя, оно было о нем, что вот этот человек имеет такую-то власть. И таким образом Мардахей, он по сути дела говоря, ослушался царского повеления, о чем ему и сказано было. Они, в третьем стихе написано, они говорили ему, зачем ты приступаешь царское повеление. Понимаете? То есть, преступление заключалось не в том, что он пренебрегал Аман, а в том, что он приступал царское повеление. Что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Аман заметил это, злобное сердце ему не позволило это спокойно перенести. И он идет к царю, практически он приходит пред лицо царя и начинает просить смерти. И там написано, что ему показалось мало убить одного только Мардахея. И он попросил смерти для всего рода еврейского, то есть для евреев, для иудеев попросил смерти. Как это сильно похоже на то, когда мы говорим, что в Адаме все согрешили, да, и в Адаме все умерли. Смотрите, из одного Мардахея был практически обречен на гибель весь еврейский народ. И когда Аман говорил с царем, он ссылался на одно единственное непослушание Мардахея, царскому указу. Он говорил, смотри, это такой народ, который ненавидит царские повеления. Там описана его речь к царю, и он говорит, знаете, как настоящий клеветник, он сильно все там преувеличил, он говорит, это народ, который не покоряется царскому повелению. И по сути дела говоря, вот в чем проявляется коррупция. Смотрите, он ссылается на закон, но Писание четко говорит, что он не мог перенести внутри. Это не был ревнитель о царских повелениях, это был ревнитель о собственном тщеславии. И он начинает вот такими ужасными методами, да, достигать свои цели. Какое-то имеет отношение к нам, мы сейчас к этому подходим. И царь ему говорит, в дальнейшем в книге Исфирь говорится такая штука, что повеление царя, оно не могло быть никаким образом отменено. Оно не могло быть каким-то образом переступлено. То есть слово царя, если указ скреплено печатью, ну перстнем царским, да, оно не могло быть никаким образом отменено. То есть оно подлежало обязательному исполнению. Любой, кто не исполнял царский указ, это был просто смертник, обреченный человек. И здесь, значит, Аман приступает к царю и говорит, не исполняют твое повеление. И это опасно для нашего царства. Это опасно. Он начинает выставлять евреев как бунтарей, там, непослушных людей. И самое интересное, что у него был для этого один единственный законный повод. Нас все время это возмущает, да, мы говорим, ну почему один Адам что-то там натворил, а все люди отвечают. Вот в этой истории была такая же аналогия. И законный повод, именно законный повод преступления по велению царя давал возможность применить меры, да, к еврейскому народу. Что злобный Аман и использовал. Мы также читаем в Писании, что грех, он берет повод от закона. То есть смерть, грех, все, что касается нашего, нашей погибели, там, да, которую, на которую мы были обречены. Это все было не просто, знаете, какое-то самодурство сатаны. Он взял повод конкретно от закона, от царского повеления. Потому что написано, что расплата за грех – смерть. И преступление закона порождает вот эти последствия. Дальше мы видим то, что была назначена дата окончательной погибели всего еврейского народа. Что было сделано? У Амана был перстень, позволяющий скреплять от имени царя любое решение. То есть вот оно преимущество, да, преимущество, когда у тебя есть возможность употреблять царские повеления. Оно подлежит обязательному исполнению. И вот Аман, что он делает? Он скрепляет этим перстнем указ об уничтожении евреев, назначает дату и говорит, это повеление, оно говорило, разграбить, убить, предать полному уничтожению. Как мы говорим, вор приходит украсть, убить и окончательно погубить. Я хочу, чтобы вы сегодня ловили эти параллели. И вот дальше история развивается так, что царица Исфирь, она узнает об этом, она сама принадлежит еврейскому народу, то есть по сути, если исполнять полностью вот эту злобу Амана, скрепленную царской печатью, то Исфирь тоже подлежала смерти. И вот она узнает об этом, разговаривает там с Мардахеем, и он говорит, иди к царю, вступись за еврейский народ. В этом царстве были такие законы, что войти к царю можно было только, если он тебя звал. То есть, если ты захотел прийти туда, когда тебя не звали, написано, что ты, если входил перед его лицом без приглашения, тебя просто, там написано, одно только, смерть. То есть, невозможно было прийти к царю просто так, по своей инициативе. Но было исключение, что если царь, ты к нему входил в присутствие, он простирал к тебе свой скипетр, и тогда, ну, это был знак благоволения, тебя не убивали, ты мог говорить с ним. И это было очень опасно, это было очень рисково. И Исфирь идет на это ради спасения народа. Это прекрасный прообраз вообще нашего Господа Иисуса Христа, когда он вошел, да, ценой своей жизни, ценой того, что отдал свою жизнь, вошел в присутствие Божие, в небеса со своей жертвой, да, и нашел благоволение для всех нас. И смотрите, Исфирь, она, рискуя жизнью, она входит в присутствие царя, получает это благоволение, получает возможность говорить в защиту еврейского народа, и она говорит, вот такая ситуация, царь. С одной стороны, конечно, есть твой указ, с другой стороны, есть злобный оман, который взял этот указ и употребил для себя, чтобы решить, знаешь, свои амбиции, решить свои вопросы, ну, знаешь, напитать свое тщеславие. Как это работает? Вот мы сегодня говорили за коррупцию. Вот так оно работает, дорогие друзья. Вы понимаете, что человек, которому дана власть, он может употреблять ее со злобным сердцем. Есть определенная власть, которая уже находится на человеке, у которого обнаруживается внутри, беззаконие, обнаруживаются злобные умыслы, корыстные какие-то вещи, и тогда он употребляет это. Он может вредить, он может просто даже наносить ущерб народу, Божьему народу. И вот мы подходим к самому главному, к центральному моменту. Каким образом совершается спасение еврейского народа? Я хочу, чтобы это сегодня просто, когда каждый раз, когда у тебя будет возникать вопрос, вот, знаешь, твой какой-то приговор, о котором ты знал, что он есть из-за грехов, из-за, там, преступления Адама, да что бы там ни было. Каким образом это сменяется на приход благодати в твою жизнь? Здесь четко написано, что происходило за кулисами. Вы знаете, что евреи, написано, что когда узнали об этом указе, что они подлежат уничтожению, написано, что, ну, там есть такая фраза, где написано, что весь столичный город, стольный город Сузы, да, он был в смятении. И я хочу сказать сегодня, что на самом деле решение царское, знаете, можно его воспринять, как будто царь это сидел какой-то странный человек, такой безвольный, который перстнем своим разбрасывался, куда ни попадя. Да, но я хочу сказать, что решение, а о том, царское решение, скрепленное печатью, решение об уничтожении людей, которые не были послушны, в данном случае это был еврейский народ. Можно ставить, знаете, так вопрос, а насколько было славным это решение, насколько было хорошим это решение? И вы знаете, что Библия, она называет даже служение осуждения, которое когда-то было при Моисее, когда он принес эти заповеди, называет его славным. Я хотел бы сегодня спросить, а на самом деле, а что славного в служении осуждения? Что в нем славного? Я лично сегодня нахожу вот, что славное. Славное то, что Бог проявляет свою справедливость. Есть служение справедливости, которое и есть служение закона. И оно действительно славное. Ведь что плохого в справедливости? Ну, как в Писании написано, что милость, она превозносится над судом. То есть есть служение большее, служение лучшее. Это служение оправдания. Оно лучшее. И поэтому, когда вопрос в ситуации с Есфирью сталкивался с тем, что каким образом отменить эти приговоры, вынесенные злобным оманом с использованием своей законной власти, каким образом это сделать? Есфирь вошла к царю. Она говорит, царь, я и мой народ, мы проданы. Проданы просто вообще ни за что. Проданы смерти. Апостол Павел, когда говорит об этой ситуации уже в Новом Завете, он говорит, я был плотян и продан греху. На самом деле, когда Аман пришел просить смерти для евреев, он предложил серебро. Он говорит, царь, я пополню казну. Я забью серебром твои эти хранилища денежные. Только дай мне разрешение уничтожить этот народ, который является бунтарем против тебя. Дай мне это разрешение. То есть он как будто выкупил право, лицензию получил на убийство людей, на грабеж их, используя прежнее царское повеление о том, что люди должны поклоняться Аману. Один-единственный раз, один-единственный человек не поклонился Аману. И тут же Аман использовал это, то есть взял повод от этого непослушания, взял повод от закона, что все-таки царское постановление было для того, чтобы причинить смерть всему народу. И каким образом это относится к тебе? Когда ты читаешь заповеди, и когда ты читаешь их с точки зрения справедливости, ты понимаешь момент, что ты даже внутри можешь ощутить, если ты применяешь эти заповеди к себе. Я хочу обратить твое внимание. Если ты применяешь эти заповеди к себе, скорее всего, что в твоем сердце возникнет точно такое же чувство, как возникло у всего народа в этом царстве, когда они узнали о том, что наказание за вот этот грех, ну можно так сказать, за вот это непослушание Мардахе была смерть всего народа. И поэтому сегодня вот номер один, что я хочу тебе сказать, что с какой стороны бы ты не подошел к славному служению справедливости Ветхого Завета, никогда в жизни, дорогой друг, ты не ощутишь внутри радости. Еще раз хочу сказать, вы знаете, что решение царя о восстановлении справедливости по поводу его слова, он дал указание, что все поклонялись Аману. Мардахей ослушался его слова. Царь восстанавливает справедливость. Скажите, восстановить справедливость – это славное служение. Я хочу сказать, это славное служение. Знаешь, можно даже задать вопрос, а что славного в уничтожении людей? Что славного в том, что кто-то умрет из-за непослушания? Славное в этом есть только одно, что справедливость будет восстановлена. Я думаю, что каждый из вас сталкивался в жизни с какой-то несправедливостью. И вдруг, когда наказывали твоего обидчика, когда твой обидчик терпел поражение, многие люди, они радуются, и все радуются. Мы говорим, о, справедливость восторжествовала. Справедливость восторжествовала. Не задумываясь над тем даже, что есть служение более славное. Это служение милости Божьей. И об этом говорится в Писании. И поэтому вот этот приговор, он не мог быть отменен. И когда меня сегодня спрашивают, говорят, вот в Библии написано, что отменяет первое, чтобы постановить второе. Как ты говоришь, что не отменен? Я сегодня говорю, что ничего не отменено. Ничего не отменено. Кто-то может сейчас возмутиться и сказать, ну ты вообще все, ты законник, ты попираешь благодать. И я хочу сегодня сказать, дорогие, вот сейчас надо меня услышать. Слово «отменен» не может быть применимо к тому, что называется вечным. Когда Бог давал свой закон, Он имел в виду Его вечную природу. Он не может быть прекращен, точно так, как не может быть прекращено твое существование, ибо ты вечное существо. Точно так, как не может быть прекращено существование сатаны, Люцифера, потому что Он вечное существо. Но что может быть применено, что могло бы называться отменой закона для постановления второго – благодати? Так вот в этом слове «отмена», дорогие друзья, что вижу я? Метод, которым отменяет Бог, если так можно сказать, отменяет свои прежние решения – не нейтрализация решений, ибо разрешения Бога вечные, от начала и до конца, они все вечные. Единственный способ отменить прежние решения – это поглощение более широким и более сильным, более славным служением или решением предыдущего. Вот это Библия называет «отменой первого» для того, чтобы постановить второго. Ибо написано «поглощена смерть победой». Там написано, что второе служение, оправдание, оно более славное и настолько более славное, что по преизбыточествующей славе, вот этого милости, благодати, служение оправдания, служение примирения, что оно такое славное, что то славное, называемое справедливостью, оно даже славным не кажется. Оно просто исчезает, оно поглощается, оно растворяется. Знаете, есть такое выражение «капля в море». И вот эта капля справедливости, которая была как бы против нас, потому что мы не ослушались еще водами, эта капля справедливости, она поглощена океаном Божьей благодати. И когда мы говорим, что она отменена, это то же самое. Попробуй найти каплю в океане. Вот эту каплю, которую, вот если ты капнешь, знаете, в океан капельку воды, я тебе потом скажу «возьми, найди ее там». Сможешь ли найти? Никогда в жизни ты не сможешь ее найти. И поэтому, когда ты пытаешься, рассматривая заповеди, найти каплю осуждения в свою сторону, это бесполезно, его не будет. И поэтому, дорогой друг, у тебя сегодня есть повод радоваться. Радоваться тому, что сегодня найти даже Божью справедливость по отношению к твоему непослушанию прежнему. Либо, может быть, даже сейчас ты находишься в каком-то странном состоянии, что ты кажешься себе непослушным, или ты даже знаешь, что ты что-то ослушиваешься, что у тебя есть какое-то, может быть, противление еще. Я сегодня хочу тебе сказать, что Бог ничего против тебя не имеет. Ничего против тебя не имеет. И дает тебе сегодня возможность находиться в привилегии и непротивлении. Бог дает тебе сегодня возможность понять, что ты находишься в славе намного больше. Люди, которые по-прежнему стараются найти какую-то славу Божью в заповедях, Это, извините, я, друзья, хочу прямо сказать, если ты сегодня хочешь найти славу Божью в заповедях, в постановлениях закона, который, как написано, был против тебя, который регулировал твое послушание или непослушание, я вам хочу сказать, что вообще не этим нужно заниматься, дорогие друзья. И вот смотрите, что тут произошло. Когда Исфирь говорила с царем, царь ей прямо сказал, ты знаешь, мое решение, оно не может быть отменено, но я могу вынести другое решение. И для того, чтобы, смотрите, что происходит, он говорит, вот тебе перстень, он зовет Мардахея, зовет Исфирь, дает им перстень и говорит, вы сами можете об иудеях вынести любое решение. И тут они столкнулись с таким вопросом, думают, интересно, есть решение, из-за которого народ обречен, какое можно вынести решение для того, чтобы народ был спасен и благословен. И он говорит, прежде всего, прежде всего, там написано, вышло слово от царя и накрыли лицо Аману, прежде всего разобрались с инициатором этого зла. Как написано, что Сатана, Иисус говорит, я видел Сатану, спаршего с неба, как молния. Амана повесили, у него отобрали его имение, всех его наследников, сыновей казнили, то есть все. Иисус говорит, лишен будущего, лишен каких-то перспектив, но есть тайна беззакония, есть тайна злобы. Вы знаете, от того, что Аман был убит, нейтрализован и лишен власти, от этого злоба его, высвобожденная через вот это постановление, она не могла быть остановлена просто так, она не могла бы просто исчезнуть. Точно так, когда мы говорим сегодня о том, что греха нет, или там, мы говорим, что сегодня нет никакого осуждения тем, кто живет по духу, аминь. Но зло по-прежнему существует в мире, зло по-прежнему демоны, болезни, вы можете это видеть своими глазами, вы можете это чувствовать по боли своих ближних, что это все еще работает, что угроза их погибели, она существует. И поэтому Мардахей с Исфирио, они в этой ситуации принимают следующее решение, они говорят, а давай сделаем вот что. У Амана есть последователи, да, у него есть те, кто ненавидят евреев, они, ну, Божий народ. У него есть, я их так называю, амановцы по всей земле, по всем областям существовали вот эти враги Божьего народа, которые вредили. В данной ситуации ты своим врагом можешь смело назвать демонов, бесов, да, то есть демонические духи, которые причиняют в жизни, так как в Библии написано, в Новом Завете написано, что они причиняют ущерб, они могут причинять ущерб. Как Павел говорит, что дабы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. То есть по-прежнему этот умысел амановский, он бродит в мире, он бродит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И кого он может поглотить, он все-таки ищет еще поглотить, он ищет причинить ущерб. И для этого сегодня я привожу в пример, как действовали вот эти персонажи. Они вынесли решение о том, что весь еврейский народ, все иудеи, они вправе собраться и противостать врагу конкретно, пойти и уничтожить тех, кто против них, разграбить их имение. То есть дается такое же повеление, только еще большее. Говорится о том, что все князья областей, все правители, они обязаны были евреям в этом помогать. Потрясающе, да? То есть вот эта фраза, все содействует ко благу. Вот это то, что произошло с тобой в духовном мире. То, что произошло по отношению тебя в духовном мире. От царя, от нашего Господа вышло повеление, чтобы все князья, чтобы все цари, все, кто только есть начальство власти в духовном мире, они помогают сегодня тебе разбираться с твоими врагами. Они сегодня содействуют твоей победе, окончательной победе. Кто-то может сказать, послушай, окончательная победа была совершена через жертву Иисуса, она была полностью решена, сто процентов. Когда Исфирь вошла к царю и к ней был простерт скипетр благоволения, вопрос был решен. Смотрите, как он был решен. Была отобрана власть у дьявола, то есть у Амана. Он больше не мог ничего сделать. Это первое. Второе, что было сделано, что власть перешла в руки Божьего народа. Послание апостола Павла говорит вот о чем, что какая польза вообще и какое преимущество, послушай меня внимательно, быть иудеем, ну иными словами, быть Божьим народом. И он говорит, великое преимущество во всех отношениях, но особенно потому, что им доверено слово. Вот, дорогой друг, я хочу, чтобы ты сегодня это понял. Твоя основная привилегия, особенно в том, что тебе доверено слово. Вот этот перстень Божий сегодня, он в твоем распоряжении. Он сегодня штампует решение, скрепляет все решения Божьи на небесах по отношению твоей победы. В чем заключается победа над Аманом? Или в нашем случае, в чем заключается победа над дьяволом? Победа над дьяволом, она заключается в том, что, как он лишен был власти? Он был лишен возможности выносить какие-то решения. Я тебе хочу сказать, когда у него не стало перстня, он был лишен всякой власти. Он был лишен всякой власти. И единственное, что он успел сделать, это запустить свою злобу в мир, подобную Аману. Но сегодня у тебя есть привилегия. Сегодня обладатель этого перстня – это ты. И я тебе хочу сказать, что в отношении тебя вынесен ряд потрясающих постановлений. Иисус говорит, я даю вам власть наступать на змею скорпионов. Вот оно. Когда Мардахей получил перстень, он говорит, давай сделаем так, чтобы любой наш человек, чтобы они все там собрались в одно собрание, чтобы они выступили против врагов. Прямо в один день смели их. И знаете, что когда это постановление было вынесено, написано, что гонцы пошли во все пределы царства, во все области и несли эту весть. Народ Божий, иудеи, от царя вышло постановление, скрепленное печатью. Нашлась личность, которая ценой своей жизни вошла в присутствие царя. Получила для вас это благоволение. Нашлась личность, которая осмелилась ценой собственной жизни даровать вам сегодня хорошую новость. «Враг ваш все еще жив, но силы у него больше нет. Злоба она еще есть в мире, но славы Господней полна вся земля. Вы можете взять и наступать на своего врага». И Библия говорит, что когда это постановление приходило в какую-то область, там делался великий праздник. Люди, представьте, находившиеся в смятении, находившиеся в ожидании неминуемой смерти в день, назначенный Аманом, они получают новость. Все. Вам больше не нужно ждать смерти. Вам больше не нужно быть в смятении. Вам нужно сейчас праздновать, и вам нужно разобраться со своим врагом. Пойти просто, выбросить его. Практически там началось целое движение. Я хочу сказать, что началось пробуждение. Там написано, что когда люди узнавали о том, какую власть получили евреи, я хочу, чтобы ты это услышал, когда только люди узнавали, какую власть царскую получили иудеи, многие люди, написано, они хотели стать иудеями. Там написано, что многие люди обратились в иудеи, как только услышали. И я хочу сказать, знаешь, почему это произошло? Вот я думаю, я простой человек, и вдруг узнаю, что теперь у иудеев есть особый статус, благодаря которому они могут разобраться с любым своим врагом. И я думаю, у меня же есть враги тоже. То есть, как только я становлюсь иудеем, мой враг тут же теряет надо мной всякий контроль, потому что в отношении врагов и иудеев вынесено решение, вынесен приговор. Разве это не чудесно? Разве это не то, что происходит сегодня с нами? Смотрите, люди сразу разбились на несколько ролей. Одни стали гонцами с этими письмами. Они побежали во все области и говорили, эй, люди, все класс. Иудеи, вы вообще, вы в шоколаде. Вам так круто. Вы сегодня вообще у царя самые любимые люди. Во-первых, оказалось, что царица, она из вашего рода. Как здорово, да, когда дьявол пытался убить Иисуса, как обычного человека. То же самое хотелось сделать Аман с Есфирью. Он думал, знаете, так просто, что она просто человек, а она оказалась иудейкой. Вот это было засада для Амана. Вторая роль, которую я здесь вижу, в постановлении царя, в его указе, там было написано, что разрешается народу Божьему собираться, вооружаться, да, и нападать на своего противника. То есть, что происходило? Пошли гонцы. Там начался праздник, ликование. В то же время народ Божий, он начал собираться, вооружаться, готовиться к сражению с своими противниками, неприятелями. Следующее. Князья и правители стали помогать народу Божьему. Стало происходить массовое обращение людей. Не иудеев, они становились иудеями. Вы видите эту аналогию? И, конечно же, был назначен день, когда произошла эта атака, то есть, произошло это противостояние. Это то, о чем говорил Иисус. Наступайте на всякую силу вражью. И сегодня мы это делаем. Сегодня мы осознаем свою власть. Значит, тебе не нужно ждать того дня, когда проблема придет к тебе, когда она начнет угрожать тебе. Я сегодня хочу сказать каждому верующему человеку. Повеление Царя таково, чтобы ты вооружался и наступал. Празднуй и наступай. Вот это жизнь христианина. Праздновать и наступать. Праздновать и наступать. Я хочу еще кое-что сказать. Вы знаете, дорогие друзья, что праздник, он настал тогда, когда было получено повеление Царя. Когда это постановление приходило в область, то есть, приходила радостная весть, там написано, что делался целый праздник. И этот праздник, он был еще до того, как враги были полностью уничтожены. Точно так, когда нас сегодня спрашивают, говорят, чего вы радуетесь? Ведь еще столько зла на земле. Но мы знаем, почему мы радуемся. Мы радуемся потому, что у нас есть великая привилегия быть вот этими самыми духовными иудеями. Я имею в виду, что мы сегодня имеем привилегию слова. И мы сегодня можем наступить на любую проблему. И поэтому, когда я сегодня сталкиваюсь, знаете, вот уже обратная сторона, перегиб в учении о благодати, в том, что в какой-то странной, приторной, искусственной пассивности. Я вижу это во всех посланиях Павла. Он говорит, всегда радуйтесь, но говорит, облекитесь во всеоружии. Он говорит о том, что есть повод радоваться, исполняться духом. Вот это и есть вооружение. Исполняться духом. Но в то же время он все время говорит о брани. Он говорит, наша брани против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Вы понимаете, вот слово злоба. Тут употребляется слово злоба амана. Здесь говорится злоба поднебесная. То есть она все еще существует. Несмотря на то, что уже больше нет никакой власти. Мне иногда люди говорят, бесы не имеют права нападать. Болезни не имеют права наступать. Типа у них, знаете, это о чем говорит, что человек, он занимает такую позицию, пассивную, удивляясь, что на него кто-то нападает. И все эти люди, которые говорят, что кто-то там не имеет права на них нападать, они все равно подвержены всем тем же проблемам. Так я вам хочу сегодня сказать, что сегодня ответ не в том, что кто-то права не имеет. Дьявол не имеет права больше никаких постановлений выносить. Он лишен власти оперировать Божьим Словом, лишен Божьей власти. Но зло, механизм, которым он запустил, злоба, она сегодня действует в мире. Как вот это, знаете, понять нужно многим людям сегодня. И сегодня единственный способ, чтобы это зло, как этот рыкающий лев, он ходит вокруг тебя, чтобы он в одночасье как-то не напал или какого-то ущерба тебе не причинил. Сегодня не нужны самодовольные, какие-то, знаете, пикники духовные. Сегодня нужно, вот как здесь написано в книге Исфири, я вижу эти два действия. Праздник и наступление. Праздник и наступление. Писание говорит, исполняйтесь духом и наступайте. Исполняйтесь духом и наступайте. Кто-то занимает позицию этого гонца, он несет Божью весть. Кто-то уже начинает разбираться с врагом. Разве это не жизнь? Скажите, если бы хоть какая-то еще существовала опасность, угроза того, что враг все еще может победить, разве бы они праздновали до того, как напали на врага иудеи? Я думаю, что они бы напряглись, сказали, мы теперь где-то так 50 на 50, мы теперь где-то противостоим на равных. Но привилегии, данные иудеям, они были настолько несоразмерны тем привилегиям, которые были даны врагам, что у них даже сомнений не вызывало то, что они победят. И сегодня это повод для тебя. Привилегии, которые есть у тебя, они должны настолько тебя восхищать и вдохновлять, что те попытки дьявола хоть что-то откусить в твоей жизни, они должны вызывать у тебя просто презрение. Они должны вызывать у тебя, знаете как, это как избиение младенца. Это то же самое, что, знаете, столкнуть, наверное, танк с каким-то просто игрушечным пистолетом. Ну, то есть, я никогда еще не видел, чтобы танк улепетывал от игрушечного пистолета. Если вы что-то знаете об этом, сообщите в личку. Я уже в заключении хочу, друзья, сказать, мы сейчас помолимся, я хочу сказать следующие вещи, что всегда вот этот вопрос-то, и там, знаешь, вот любой грешник, вот любой непросвещенный человек, он начинает думать, что Бог, он до сих пор там борется как-то с сатаной, что они как типа чуть ли не на равных, и так все решается. Друзья, нет. Вообще никогда такого не было. Никогда в жизни творение, знаете, не могло быть на равных с Творцом. Ну, даже теоретически. Даже просто, ну, по сути дела, говоря, дьявол, он просто боролся с Богом с помощью его же слов. Вот как Аман. Знаете, он взял Божье Слово, то есть он взял Слово Царя и начал этим Словом оперировать. Потому что Божье Слово, оно неизменно, как и вот Слово Царя в этой ситуации. И что стало с Аманом? Его нейтрализовали. Ну, здесь его убили как человека. Естественно, сатану его не убили, он существует, но он полностью нейтрализован. Он полностью нейтрализован. Он не может больше ничего постановлять в твоей жизни. Но аналогию я хочу провести вот какую. Мордахей не поклонился Аману. И это стало преступлением против закона царя. Но Аман был убит. Поклоняться стало некому. И указ о поклонении Аману стал бесполезным. Ну, как можно поклоняться тому, кого больше нет? Например, да? Точно так же, дорогие друзья, когда сатана был лишен власти, когда сатана был лишен власти вторым царским указом, да? Что произошло? Необходимость в том, чтобы исполнять первоначальное повеление, которое было, как написано, против нас, оно исчезло. Другими словами, когда мы были проданы, как написано, мы были проданы греху, но теперь, когда Бог этот грех убил, мы говорим, греха больше нет. Мы больше не должники. Мы больше не должны поклоняться этому. Мы больше даже не должны почитать грех за что-то, с чем мы должны разбираться. Представьте, в этом вопросе, конечно, сильны, очень сильно те, которые отстаивают учение о радикальной благодати. Греха нет. Хватит ли у тебя сегодня смелости сказать себе, греха нет? Греха нет. И хватит ли у тебя сегодня смелости пойти и добивать всех носителей злобы Амана, носителей демонических духов? Даже в миру говорят, дорогие друзья, что лучшая защита — это нападение. Если ты еще чувствуешь, что вдруг в твоей жизни тебе хотелось бы от чего-то защититься, тебе сегодня царское повеление, повеление от нашего Отца, повеление «наступай на змей, на скорпионов, на всякую силу вражий, бей первым, грабь первым, все, что было у тебя отнято, все, что было у тебя похищено дьяволом, ты можешь, как написано, взять назад, разграбить, отнять, все, что у тебя забрал сатана». Я говорю, конечно, о духовных вещах, чтобы кто-то не подумал, не понял меня слишком буквально. И поэтому, когда ты получил эту радостную весть, вот он момент. Еще, может быть, какие-то враги маячат в поле твоего зрения, но ты получил радостную весть. Изучи ее хорошо, дорогой друг. Изучи радостную весть. Там ты найдешь все свои права и привилегии. Сегодня этим нужно заниматься. У меня такое ощущение, дорогие друзья, что сегодня люди, они больше изучают указ, скрепленный печатью Амана. об их уничтожении. Они смотрят так, как... И знаете, глупость заключается в том, что они в этом указе пытаются найти для себя спасение. Как бы это нам спастись от несправедливости, вместо того, чтобы изучить указ, скрепленный печатью Божьей, в отношении привилегий в твоей жизни. Я сегодня вдохновляю тебя, мой дорогой друг, чтобы ты изучил привилегии Божьи, посмотрел на свои проблемы, возрадовался и сказал, сейчас мы с этим порешим раз и навсегда. И займи празднично, наступательную позицию. Две вещи. Празднуй и наступай. Я молюсь сегодня за тебя. Во имя Иисуса Христа я благословляю твою жизнь. Я благословляю твой дух, принимающий это откровение. Благословляю твою душу. Во имя Иисуса Христа да будешь ты наполнен смелостью Божией. Да будешь ты полностью адекватен и сведущ в привилегиях Божьих, высвобожденных на твою жизнь. Я благословляю твой разум. Я благословляю твое сердце. Благословляю круг твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Пусть сегодня радостная весть, сила Христового воскресения мощно проявится в твоей жизни. Да будешь ты наполнен Духом Божьим. Да будешь ты с презрением смотреть на всех врагов твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Да свершится победа Божья физически, окончательно, явно, видимо в твоей жизни. Спасибо тебе, дорогой Отец, за каждого, кто слышит сейчас, за каждого, кто сегодня осознает и принимает эти слова и благословения в свою жизнь. Дорогой друг, подписывайся на мой канал, рекомендую к просмотру своим друзьям, потому что это слово, несущее свободу, слово прямо от престола благодати. Благословляйся, мой друг. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok